В большинстве случаев смотреть ужасный фильм может быть на удивление весело, особенно, когда он настолько плох, что даже становится хорошим. Однако некоторые фильмы настолько неудачные, что их практически невозможно смотреть. Может, это зависит от точки зрения, скажете вы? Чтобы узнать это, взгляните на эти безнадежные провалы. После выхода на экраны потрясающей трагикомедии о Холокосте, Жизнь прекрасна, Роберто Беннини стал мэтром итальянского кино. Этот фильм получил три Оскара и заработал миллионы долларов в прокате в 1998 году, что может объяснить, почему режиссеру разрешили снять адаптацию истории Пиноккио. Но это даже близко не объясняет, почему фильм оказался таким, каким он попал на экраны. Ремейк Беннини стал настоящей катастрофой. Рецензии были ужасными, кассовые сборы были ещё хуже, и в считанные дни карьера Беннини в Голливуде практически закончилась. Но у этой истории, по крайней мере, счастливый конец, поскольку Беннини снял фильм Джепетто в 2020 году, итальянскую адаптацию классической сказки, которая была намного лучше принята как критиками, так и зрителями. Боевик 2002 года, Баллистика X против Silver, стал первым фильмом, получившим нулевой рейтинг за тогдашнюю четырехлетнюю историю Rotten Tomatoes. Даже сегодня трудно представить, как студия потратила 70 миллионов долларов на запутанный шпионский триллер с притянутым за уши сюжетом и Антонио Бандерасом и Люси Лью на главных ролях. В любом случае, потраченные средства не смогли пустить пыль в глаза критикам. Более ста из них раскритиковало фильм, быстро поместив его в категорию худших в истории. И эта лента все еще остается там по сей день. Оригинальный горец – претендент на звание самого увлекательного фильма из когда-либо созданных. Это идеально выстроенная эпопея в атмосфере 80-х, музыкой Queen и боями на мечах. Однако продолжение является полной противоположностью своему предшественнику. Этот фильм можно сравнить с артистом, который только что выполнил потрясающий магический трюк, но потом оступился и с грохотом свалился со сцены. Судя по причудливым вводным кадрам научно-фантастической тематики, становится ясно, что что-то пошло не так во время создания сиквела. В этом фильме по-настоящему интригующая концепция группы Бессмертных, странствующих по планете с незапамятных времен, превратилась в безвкусную спекулятивную фантастику о будущем Земли. Хуже того, Бессмертные оказываются не ответвлением человечества, а расы пришельцев с пустынной планеты Зейст, что прямо противоречит всей мифологии оригинала. И это изменение происходит в течение буквально первых 10 минут. В результате получился фильм, который никому не понравился. Он стал предательством для преданных фанатов и слишком странной историей для новых зрителей. Через несколько дней после ограниченного в проката в кинотеатрах британский фильм о Джоне Готти с Джоном Траволта в главной роли был назван худшим фильмом о мафии всех времен. И пускай трудно быть на 100% уверенным, что это действительно так, фильм на самом деле получился плохим. Самый большой грех кодекса Готти заключается в том, что он невероятно скучный. Если не считать нескольких забавных моментов, фильм в целом не вызывает удовольствия от просмотра. Странно смонтированная и невероятно трудная для восприятия лента, по сути, представляет собой череду неинтересных сцен, которая переплетается с закадровым голосом и реальными архивными новостными кадрами. В итоге это очень слабо похоже на полноценный фильм. Если о кодексе Готти вообще будут помнить, то, скорее всего, это будет связано с его агрессивной и манипулятивной маркетинговой политикой. В попытке справиться с нулевым рейтингом критиков, продюсеры фильма развернули рекламную кампанию, ложно утверждали, что это фильм не для критиков, а для широкой публики. И это могло бы быть правдой, если вы ничего не знаете о фильмах, не обсуждаете их или вообще не смотрите. В этом случае вас могли бы обмануть, заставив поверить, что этот фильм хороший. Ну, а всем остальным стоит держаться от этой ленты подальше. О сайте Rotten Tomatoes стоит сказать, что фильмы, получившие рейтинг в 0%, не обязательно являются худшими фильмами в мире. Все они в какой-то степени плохие, но также могут быть вполне средними. Первое задание как раз и является одним из таких фильмов. Он скучный, невдохновляющий, но он точно никому не навредит. Снятый режиссёром Воздушной тюрьмы и Неудержимых 2, Первое задание – это масштабный боевик, которому никогда не достичь высот этих приключенческих фильмов. Сюжет рассказывает о стремлении правительственного агента помешать злодею, бывшему советскому оперативнику, нанести удар с применением химического оружия по Лондону. И если эта сюжетная линия кажется вам второсортной, то это потому, что в картине нет оригинальности. Однако главный грех этого фильма состоит в том, что он объединяет все эти клише и утомительные сюжетные повороты, но забывает добавить какое-либо напряжение в происходящее, а именно это и нужно в боевиках. Конечно, Стрэттон, Первое задание – не самый худший фильм из когда-либо созданных, но зрителю всё равно будет трудно найти вескую причину, чтобы его посмотреть. Фильм ужасов Элая Ротта 2002 года Лихорадка гораздо более примечателен тем, что положил начало карьере режиссёра, нежели своими кинематографическими достоинствами, в основном потому, что их очень мало. Но если говорить про ремейк, то этот вызывающий отвращение, кровавый и иногда забавный, но в целом посредственный фильм мог бы стать успешным, если бы за его создание принялся режиссёр, который бы взял только лучшее из оригинала и отбросил всё лишнее. Но этого не произошло. Вместо этого версия 2016 года – это, по сути, тот же самый фильм, только с худшей актёрской работой, актёрским составом и даже более низким бюджетом. Практически каждый из обзоров Лихорадки уделяет внимание его полной бессмысленности, критикуя саму основу фильма и ставя под сомнение необходимость его существования. В Вакууме эта история о группе симпатичных молодых людей, пораженных вирусом, пожирающим плоть, вероятно, не заслуживала бы такого неодобрения. Хотя другие серьезные недостатки фильма также не идут ему на пользу. Есть ли на Земле кинозвезда, карьера которой наскучила больше, чем Брюсу Уиллису? Когда-то, олицетворяя харизматичного простого парня, Уиллис в последнее время, похоже, ограничился разрушением франшизы Крепкий орешек и отказом от появления в Неудержимых 3. Но, пускай более поздние работы Уиллиса не совсем удачны, фильмы с его участием редко бывают настолько ужасно скучными, как ценный груз 2016 года. Сотрудничающий с сайтом RogerEbert.com критик Питер Собчински описал этот боевик как ужасное видео по запросу, которое не остается в памяти. «Это фильм, совершенно не способный перенести зрителя свой мир, и порой возникает ощущение, что ты наблюдаешь за актерами, которые просто выполняют определенные действия. Они управляют катерами, стреляют и получают за это деньги. В фильме нет артистизма. Зрители это знают, создатели фильма это знают, и Брюс Уиллис понимает это больше, чем кто-либо. Если бы актер просто обыграл тот факт, что этот фильм недостаточно удачный в стиле Николаса Кейджа, Уиллис, возможно, смог бы сделать ценный груз немного более интересным. Но вместо этого возникает ощущение, что он раздражен уже самим фактом съемок в этом фильме. Хотя, если честно, в этом фильме он играет лучше, чем в других фильмах за последние годы. К сожалению, суперагент Саймон не является экранизацией популярной игры. Даже просто смотреть на реальную игрушку Саймона в течение полутора часов будет более интересным, чем смотреть этот ужасный сиквел с участием Дениса Родмана. В оригинальном фильме Колония баскетболист-гангстер и Жан-Клод Ван Дамм объединились, чтобы надирать задницы злодеям. – Да, за тебя! – Оу! Однако Ван Дамм не вернулся для продолжения, поэтому ввели нового персонажа, которого сыграл Дэйн Кук. Фильм до краев наполнен так называемой комедией, наряду с кучей кадров, в которых Родман пытается выглядеть круто, пока что-то взрывается на заднем плане. Но на самом деле всё очень плохо. Зато это, по крайней мере, служит забавным напоминанием о том, что Денис Родман когда-то давно был звездой. Если вы смотрели четвертый сезон сериала Зеленый свет, то поймете, что фильм Высший класс также мог называться Злорадство. В реалити-шоу, победитель которого получает шанс снять свой собственный фильм, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон выбрали в качестве фаворита очень неприятного человека по имени Джейсон Манн. В результате получился фильм Высший класс. Комедия, в которой ничего смешного не происходит, мотивация и характер персонажей необъяснимо меняются по прихоти режиссёра, и даже основная история не имеет никакого смысла. На первый взгляд, у фильма хорошая задумка – аферист влюбляется в свою жертву, но в решающую минуту появляется его брат и всё выходит из-под контроля. Однако тон повествования в сумасшедшем темпе меняется от сцены к сцене, история шокирующе жестоко и даже выглядит ужасно. В этом фильме сложно найти что-то хорошее, поэтому его так тяжело смотреть. К тому же наблюдать за высокомерным парнем вроде Мана весьма неприятно. Когда в 1994 году ситком Друзья стал хитом телеканала NBC, Голливуд быстро подписал шестерых молодых актёров на главной роли в ряде художественных фильмов. По большей части это были незапоминающиеся романтические комедии среднего уровня, такие как Чужие похороны с участием Дэвида Швимера или Поспешишь людей насмешишь с Мэттью Перри. В этих фильмах не было ничего особенного, но они и не были ужасными. Но затем появился фильм Эд – спортивная комедия 1996 года с Мэттом Лебланом в главной роли, которую он играл вместе с буйным шимпанзе. Леблан играет Джека Дьюса Купера, талантливого бейсбольного питчера, который настолько сильно волнуется, когда оказывается в стрессовой ситуации, что его переводят в малоизвестную команду низшей лиги. Еще более унизительным оказывается то, что игрок третьей базы оказывается бывшим талисманом команды, приматом по имени Эд. По ходу фильма Дьюс приобретает уверенность в себе и учится быть хорошим другом благодаря этому глупому шимпанзе с золотым сердцем. Эд не только стал полным провалом в прокате, не собрав в общей сложности и 4,5 миллионов долларов, но и критики были единодушны в своей ненависти к фильму. Например, Дассон Томпсон из Washington Post назвал этот фильм «Потрясающе неинтересным, с плохой сюжетной линией, избитым и клише, очаровательным, животным и целым собранием простофиль» В начале 80-х Чак Норрис был королем боевиков, в которых актер забрасывал гранатами, расстреливал и побеждал голыми руками плохих парней, по своему усмотрению. Успех фильмов «Без вести пропавшие» и «Отряд Дельта» в конечном итоге привел к тому, что Норрис сыграл загадочного крутого стража закона в боевике 90-х Крутой Уокер. Это привело к возрождению его кинокарьеры, которая к тому времени несколько пошла на спад. Во многом это произошло из-за того, что образ Норриса в кино немного устарел, поэтому создатели фильма попытались изменить амплуа актера, сняв его в комедийной роли. Так появилась семейная комедия «Главная собака», в котором Норрис сыграет неуправляемого полицейского, который объединяется с суперумным полицейским псом. Предполагалось, что это будет детское кино, но оно оказалось слишком похожим на обычный боевик и чрезвычайно жестоким, с учетом того, что сюжет рассказывает о террористических атаках экстремистов. Критики возненавидели этот фильм, и он в итоге получил рейтинг в 0% на Rotten Tomatoes. Как сказал Роджер Эберт в своем обзоре для Chicago Sun Times, «Зачем вы решили снять фильм о расистской группировке, а затем замаскировали его под семейное кино о милой собачке»? Прославившись в конце 80-х с фильмом «Я достану тебя, ублюдок», а затем в 90-х с комедийным сериалом «В ярких красках», режиссер и актер Кинан Айвори Уайенс изо всех сил пытался найти следующий проект, который был бы достаточно хорош, чтобы соответствовать его талантам. Два боевика, особо опасный преступник и мерцающий, провалились в прокате, но, по крайней мере, отзывы критиков были не самыми плохими. Но того же нельзя сказать о романтическом боевике Уайенса 1994 года, пропавшие миллионы. Уайенс написал и снял на удивление непринужденный фильм об Андре Шейме – опозоренном полицейском детективе и частном сыщике, который не может арестовать наркобарона Мэндусу. Внезапно Шейм находит новую зацепку и возвращается к делу, заручившись поддержкой своей помощницы Питчес. Критик изнания Austin Chronicle Элисон Маккор написала об этом фильме следующее, «Я не могу сказать точно, какого жанра этот фильм и для кого он предназначен, но очень жаль, что талант Уайеса был потрачен впустую» Среди фильмов, которые попытались, но так и не смогли достичь кассовых сборов и признания критиков, которые получили оригинальные челюсти, можно выделить Глубокое синее море и множество других фильмов о вторжениях акул, а также сиквелы челюстей. – Ты нужна большая бутылка. Создавать такой фильм – всё равно, что ходить по канату над пресловутым аквариумом с акулами. Если картина окажется слишком жестокой или кровавой, то её точно не ждет успех. Но если лента заходит слишком далеко в другом направлении, сосредоточившись на напряжении и страхе, то этот подход обычно воспринимается как плагиат на челюсти. Каким-то образом заклинательница акул смогла объединить оба варианта. Холли Берри играет эксперта по акулам и инструктора по дайвингу, который приходится сопровождать безбашенного богатого парня на пути в ту часть океана, которая настолько кишит акулами, что её прозвали Аллеей Акул. Вы, наверное, догадались, что будет дальше. Как писал Питер Брэдш, шоу Изгардиан, сами акулы – единственные, кто заслуживает похвалы. В 1980-х и 1990-х годах Голливуд показал миру семь фильмов о Полицейской Академии, несмотря на то, что только первый из них был настоящим хитом, и все картины были подвергнуты критике. Что касается рейтингов Rotten Tomatoes, то Полицейская Академия – одна из самых раскритикованных франшиз в истории кино. Части с четвертой по седьмую – Полицейская Академия 4 – Граждане в Дозоре, Полицейская Академия 5 – Место назначения Майами-Бич, Полицейская Академия 6 – Город в осаде, и Полицейская Академия 7 – Миссия в Москве получили оценку на сайте в ноль процентов. Исходя из того, что Полицейское управление Большого города в четвертой части принимает на службу практически всех, кто хочет защищать порядок и служить на благо общества, дальнейшие фильмы показывают, как курсанты обучают новых сотрудников, едут в Майами, борются с организованной преступностью и пытаются арестовать отмывателя денег в Москве. Ян Фрир из Эмпайр в своем обзоре Полицейской Академии 4 – Граждане в Дозоре резюмировал мнение своих коллег-критиков относительно всей франшизы. Он написал, о боже, о боже, о боже. Том Селек начал свою карьеру в кино в 1987 году с успешным фильмом Трое мужчин и младенец. К сожалению, актер не мог похвастаться другими столь же успешными работами, пускай он и пытался повторить свой успех с комедией 1992 года Предки, в которой он сыграл Япи, находящегося в конфликте со своими стареющими родителями. Представленный как комедия фильм Предки – это мерзкое полуторачасовое оскорбление пожилых людей из лучших побуждений. Селек играет Джона, который предлагает своим родителям переехать к нему и его семье после того, как его отец сжег их дом. Однако вмешательство родственников каким-то образом приводит к тому, что персонаж Селика теряет работу, а также жену и детей. В своем обзоре для Seattle Times Майкл Апчерч написал, «Привлекательность фильма во многом будет зависеть от того, будете ли вы смеяться над старческой деменцией» – и этим всё сказано. Второсортная копия фильма Инопланетянин под названием Мак и я заслуживает упоминания по нескольким причинам. Во-первых, это, пожалуй, самое вопиющее использование продакт-плейсмента в истории Голливуда. Целая сцена посвящена вечеринке по случаю дня рождения, проводимой в Макдональдс, в которой даже участвует сам Рональд Макдональд. Кроме того, в фильме есть танцевальный номер, чего не было в Инопланетянине, так что, по крайней мере, в этом аспекте, Мак и я привнес что-то новое. Но на этом всё. Честно говоря, единственная причина, по которой кому-то, возможно, захочется посмотреть этот глупый фильм 80-х – это возможность узнать контекст для шутки, которую Пол Ратт использует годами. Каждый раз, когда он появляется на шоу Конана О'Брайена для продвижения нового фильма, он заменяет ролик этой ленты на вставку из Мака и я. Актёр делает это уже более десяти лет, и надо отдать ему должное – это действительно неплохой момент. Чего нельзя сказать о всём фильме в целом. Истории о тайных правительственных заговорах были широко распространены в 90-е годы. К сожалению, помимо таких великолепных проектов, как Секретные материалы или Враг государства, были и фильмы вроде Теневого заговора. Чарли Шин в то время был неоспоримой кинозвездой после успеха фильмов Взвод и Горячие головы. Здесь он играет Бобби Бишопа – честного и заслуживающего доверия помощника президента, который обнаруживает заговор, организованный начальником штаба ВС США с целью убийства главнокомандующего. В результате люди гибнут направо и налево, а Бобби и отважный репортер должны положить конец угрозе изнутри. Проблема в том, что Теневой заговор – не такой интеллектуальный фильм, каким кажется. По словам Мейтланда Макдонаха из TV Guides, трупы накапливаются, ужасные секреты раскрываются, и Бишоп, в конце концов, докапывается до сути – спустя целый час после того, как наименее внимательный зритель выясняет, кто за всем этим стоит. В начальной школе миллионы американских детей узнают о фольклорных персонажах 19 века – гигантеле Сорубе, Поле Баньяне и Джоне Генри. В сказках Генри – суперсильный железнодорожный рабочий, известный как Человек, управляющий сталью. Однако фильм 20-го года Джон Генри переосмысливает персонажа как жестокого современного человека, который использует свои способности, чтобы неохотно исправлять свои ошибки. Терри Крюс играет Джона Генри, который пытается разобраться со своим жестоким прошлым и сталкивается со своим давним криминальным боссом после того, как помогает двум гондурасским эмигрантам избежать насилия со стороны банды. Однако, кинокритиков не тронула история Джона Генри, и благодаря им всем фильм получил ровно 0% на Rotten Tomatoes. Жанет Катсилиус из New York Times сказала, «Никакая доброта не остается безнаказанной в Джоне Генри. Это триллер о бандитской жизни, который порой настолько абсурдный, что почти напоминает пародию» Майкл Рэхтшафен из Los Angeles Times сказал, «Джон Генри появляется на экранах со всей деликатностью кувалды могучего супергероя» Скорость и крутые автомобили, управляемые дерзкими, тесно связанными между собой персонажами, в мире подпольных уличных конок – это те элементы, которые помогли сделать франшизу Форсаж столь неотразимой и прибыльной. Очевидно, создатели Красной Линии надеялись, что рынок будет достаточно большим для другого фильма такого рода, только с меньшим бюджетом и меньшим количеством известных актёров. К сожалению, фильм собрал ничтожные 8,2 миллиона долларов, в основном потому, что подавляющее большинство зрителей сразу поняли, что он из себя представляет – бесстыдный, беззастенчивый и не очень удачный плагиат саги Форсаж. Ещё не убедились в этом? Посмотрите на эту ужасную сцену! Да, мы использовали приём Пола Радо, но критики возненавидели фильм, который в настоящее время имеет впечатляющие 0% на Rotten Tomatoes. Как лаконично объясняет Джей Эр Джонс из Chicago Reader, всё это довольно глупо. Есть много фильмов о домах с привидениями. Это проверенный временем поджанр фильмов, и они занимают определенную нишу, в основном потому, что зрителям нравятся знакомые сюжеты о том, что происходит ночью. Кинокритики традиционно не слишком благосклонны к фильмам ужасов, но всё же довольно сложно сделать картину в этом жанре настолько плохой, чтобы его осудили буквально все. Но именно это и произошло с комнатой разочарований. В этом фильме женщина по имени Дана и её семья переезжают из оживлённого Бруклина в загородный дом. Однако он уже занят тайнами, призраками и множеством других предзнаменований, и всё это благодаря семье, которая жила здесь в 1800-х годах. Роберт Абеля из The Rap сказал, что фильм состоит из череды недостатков, а Марк Саблов из Austin Chronicle написал, что Комната разочарований живёт и умирает в соответствии со своим названием. Принято считать фильм успешным по одному из двух критериев – отзывы критиков и сборы в кассе. На самом деле, между этими двумя типами успеха не так много разницы. Критики часто хвалят блокбастеры, а лауреаты премий могут получить серьезную финансовую прибыль в прокате. Также фильмы, которые ненавидят критики, часто проваливаются и в прокате. В конце концов, провал есть провал. Но есть трудный ребенок – хаотичная, циничная, сопливая и в какой-то степени сентиментальная комедия с нулевым рейтингом на Rotten Tomatoes, которая заработала огромные средства в прокате. Джон Риттер, звезда телесериалов, чья карьера в кино не сложилась в будущем, играет Бена, человека, который отчаянно пытается стать отцом, но не может иметь детей. Поэтому он усыновляет Джуниора, почти демонически жестокого парня, который делает жизнь Бена ужасной. Как писал Деннис Кинг из газеты Tulsa World, «Этот фильм неправильный и не смешной, и из-за его неуклюжих попыток быть дерзким и модным он оказывается просто злым» Как отмечалось ранее, Брюс Уиллис сделал себе имя, сыграв крутых парней и неубиваемых героев в боевиках 80-х и 90-х годов, золотого века для этого жанра. Однако с момента выхода Крепкого орешка или Армагеддона прошло много времени, и кинозрители изменили свои предпочтения. Однако для небольшой, но преданной аудитории, которая всё ещё хочет видеть, как икона боевиков в 60 с лишним лет показывает чудеса крутости, актёр по-прежнему появляется в некоторых малобюджетных боевиках каждый год, и все они незаметно переходят на домашние видео и стриминговые платформы. Приказано уничтожить, особенно плохой пример фильмов Уиллиса последнего периода. История о том, как наемники пытались помешать суперзлодею использовать компьютеры для создания хаоса по всему миру, была снята всего за 10 дней. Однако нет ничего удивительного в том, что фильм получил 0% на Rotten Tomatoes. Фильм Лондонские поля начинается с интригующей завязки. Экстрасенс по имени Никола Сикс предсказывает, что её скоро убьют. Её шестое чувство подсказывает ей, что убийцей будет один из трёх мужчин, поэтому она заводит роман с каждым, чтобы узнать истинные обстоятельства своей смерти. Лондонские поля основаны на получившем признание критиков о романе с чёрным юмором британского писателя-детективов Мартина Эммиса 1989 года, но адаптация, очевидно, не смогла уловить уникальные черты книги. Питер Собчински из RogerEbert.com сказал, что даже зрителям, которые хорошо знают роман, будет трудно следить за запутанным действием, которое является скучной и яркой неразберихой. Между тем, Дэвид Секстон из London Evening Standard сравнил фильм с музыкальным клипом, а Жанет Катсилиус из New York Times назвала его ужасной и вымученной от начала до конца попыткой адаптировать роман. И всё же могло быть и хуже. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про наилучшие и наихудшие фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова